здравствуйте мои дорогие друзья я приветствую всех на своем канале есть поесть сегодня буду печь очень вкусный и простой торт коржи из теста на основе сметаны я буду выпекать на сковороде многие недолюбливают делать коржи таким способом так как считают что они получаются жесткими или резиновыми в конце видео я укажу на некоторые моменты и если вы их учтете у вас получится мягкий и нежнейший торт крем у меня будет с добавлением яблочного пюре можно взять пюре из любых фруктов или ягод главное чтобы оно было густым а сливки можно заменить густой сметаной и вообще для таких коржей подходит абсолютно любой крем торт получается в меру сладким поэтому если вы любите очень сладкое смело добавляйте количество сахара тесто для коржей делается легко и просто взбивать ничего не нужно просто размешать и так к яйцам я добавляю ванильный сахар обычный сахар немного соли и все размешаю добавлю сметану я беру 20 процентную и одну чайную ложку без горки соды еще раз размешаю и постепенно добавляю просеянную муку я буду замешивать тесто все тесто готово оно должно получиться мягким и слегка липким забивать его сильно мукой не нужно поэтому контролируйте добавление муки сами так как ее количество зависит от густоты сметаны также чтобы коржи не получились резиновыми тесто долго вымешивать не нужно разделила тесто на 8 частей каждую для удобства скатала в шарик и теперь из каждого шарика раскатываю лепешку стол и тесто я подпыляю мукой накалываю лепешку вилкой лишнюю муку с теста можно смести кисточкой и теперь обжариваю лепешки на сухой сковороде с двух сторон подготовлю яблоки для крема для этого очищенные от кожицы от семян яблоки нарезанные крупными кусками я выкладываю в чашу для варки на пару для мультиварки можно это же сделать и в пароварке и в обычной кастрюле с добавлением небольшого количества воды только в этом случае готовые яблоки нужно будет откинуть на сито чтобы не было лишней жидкости ну а что касается мультиварки ориентируйтесь на свою свою мультиварку я выставляю на режим пар на пять минут все круги я подравниваю делая их одинакового размера при помощи подходящей тарелки и вот такие коржи у меня получаются к оставшимся обрезкам раскрошу еще один корж если вы хотите чтобы ваш торт был более высоким можете этот корж тоже использовать для тортика а украшение сделать из чего-нибудь другого ну и теперь это все я еще подсушу на сковороде чтобы потом удобнее это было превратить в крошку ну и чтобы крошка была потемней яблоки готовы посмотрите они практически превратились в пюре к пюре нужно добавить одну две столовые ложки сахара если вы любите очень сладкое добавляйте больше и погружным блендером превращаю все в пюре даю пюре остыть конечно его нужно делать заранее далее беру хорошо охлажденные сливки для взбивания сначала я их буду взбивать на малых оборотах миксера потом добавлю скорость и буду постепенно подсыпать сахар достаточно взбивать сливки нужно до мягких пиков далее постепенно буду добавлять остывшее яблочное пюре и размешивать на средних оборотах миксера все сливочный яблочный крем готов пришло время собрать тортик для этого я взяла блюдо установила на него бока от разъемной формы можно воспользоваться кулинарным кольцом и бока выстелила полосками которые я вырезала из обычной канцелярской папки выкладываю один корж на дно и кстати диаметр формы у меня 21 сантиметр далее я смазываю каждый корж обычным молоком так как крем у меня сливочный и в нем недостаточно влажности чтобы хорошо пропитать коржи если же вы будете делать к примеру сметанный крем пропитывать коржи не обязательно хотя все на ваше усмотрение если вы любите более влажные тортики значит лучше пропитайте выкладываю крем и разровняю кладу следующий корж и проделываю все то же самое и таким образом собираю торт до конца ну вот торт готов уберу его ненадолго в холодильник тем временем я отправляю обжаренные обрезки чашу блендера и превращу их в крошку достаю торт из холодильника он у меня постоял там примерно минут десять убираю форму в принципе смотрите края у нас уже обработанные их можно просто загладить и оставить так но я обычно обсыпаю их крошкой также посыпаю тортик крошкой сверху и теперь при помощи ложки делаю такие неглубокие бороздки и засыпаю их тертым горьким шоколадом отправляю готовый торт в холодильник примерно на 15-20 часов чем дольше торт стоит в холодильнике тем он становится вкуснее спустя отведенное время достаю тортик из холодильника дайте ему немного постоять при комнатной температуре и он станет мягче ну вот такой получается тортик очень вкусный с приятной яблочной кислинкой и кстати яблочного пюре в крем можно положить больше посмотрите насколько мягким и нежным получается торт то что он сухой об этом даже не может быть и речи обязательно учтите все нюансы о которых я сейчас расскажу и у вас обязательно получится нежный и влажный тортик и так не надо перебарщивать с мукой добавляйте ее постепенно так как тесто должно оставаться очень мягким и даже слегка липковатым также не нужно тесто очень долго месить тогда уж оно точно у вас станет резиновым и жестким также когда вы обжариваете коржи очень важно подобрать правильную температуру ну или силу огня если вы сделаете больше чем надо значит коржи у вас снаружи сгорят а внутри не пропекутся а если меньше чем надо то они у вас просто-напросто пересохнут и потеряют всю мягкость когда вы выбираете крем для этих коржей учитывайте хватит ли ему влажности чтобы пропитать такие коржи и дополнительно сделайте пропитку коржей просто молоком соком или каким-нибудь сиропом а также торт должен настояться как следует в холодильнике как я уже говорила чем дольше тем лучше не меньше 15-20 часов вот например этот торт у меня стоял в холодильнике ровно сутки а также целесообразно заранее достать торт из холодильника так как естественно в тепле он становится мягче возможно кто-то знает еще какие-то секреты приготовления коржей данным способом обязательно поделитесь ими в комментариях мне же остается пожелать вам удачной выпечки готовьте с удовольствием не забывайте подписываться на канал оценивать рецепты и писать комментарии до встречи в следующих видео